Горячка, добро, с вами Статсен Сегодня поговорим про такую функцию, как стояночный отопитель Сейчас это все актуально Морозы, минус 20 Утром приходишь, машина Ну, я против функции прогрева С этим, как его, с нештатной сигнализацией Потому что она позволяет получить удаленный доступ ко всем свойствам вашего автомобиля А более правильная, штатная, обогревательная система, стояночный отопитель Про нее вам сейчас подробно и грамотно расскажет старший менеджер Барзавца, город Уфа Дмитрий, слушай Раньше проблема была, например, машина в дистанционном заводе с запуском Ну, как проблема, не больно удобно, да? То, что у тебя стенки все равно не греются, руль обогрев не включается Здесь можно на настройках задать, что при пуске двигателя, отрицательная температура У тебя сразу включается обогрев сиденья и руля То есть ты из дома завел, а он пришел, у тебя еще и сиденьки теплые рутил Здорово Ну, вообще классно То есть даже минимальное время она у тебя погрелась И все равно тебе уже теплее будет, потому что ты сидишь на теплом и за теплое держишься Даже если воздух еще прохладный поступает В любом случае греются моторы быстро Я имею в виду, салоны быстро пробиваются Ну, если с стояночным отопителем возьмешь Вот как здесь машина с стояночным отопителем Ты можешь зайти, вот тебе автономный Сколько к цене добавляет? Тысяч пятьдесят? Ну, я не знаю Там есть отдельная опция, можно с пакетом взять То есть по-разному Можешь настроить время, когда она будет включаться И продолжить Это, например, на работу собрался, выставил, что ты каждое утро встаешь Да, ты, к примеру, в восемь выходишь из дома Постоял на семь тридцем, где полчаса поработал А, она уже сама работала То есть там прогревается двигатель до сорока пяти градусов В охлаждающей жидкости После чего он уже начинает подавать теплый воздух в салон Это, получается, все у нас заводское, все с гарантией Без всяких специалистов в гараже Да, удобно Плюс дистанционный пульт дистанционного управления Отдельный люк Да, отдельный Вообще здорово Как вы видели и слышали Функция довольно-таки полезная Удобная Цена, конечно, не маленькая Но, если покупать машину раз в пять лет И вы живете, скажем так, в северных, уральских там Или в дальнем севере То, я думаю, очень будет полезная функция Загадание на себя купит Пятьдесят шесть тысяч, я помню, сколько она стоит там Я даже буду задумываться о таких вещах С вами был Ильич Лайк, подписка И сейчас наш проекты Наши Кода 8 До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok